И сегодня мы начинаем вебинар, который посвящен вашим вопросам. И я хочу поблагодарить всех тех, кто написали свои вопросы, и сегодня я постараюсь осветить большинство из них. И сейчас вы видите, что мы с вами сегодня будем обсуждать. У нас будет два блока. Первая часть будет посвящена грамматике. Как я сказала, мы поговорим о системе времен английского языка. Отдельно остановимся на временах группы Perfect. Очень было много вопросов по сравнению Present Perfect и Present Perfect Continuous. Вот на этом мы тоже остановимся подробнее. И разберем, какая же грамматика используется в тестах ЗНО, ЕВИ. И какие грамматические лайфхаки актуальны для успешного решения этих тестов. Вторая часть будет посвящена лексике. И тут мы постановимся на более общих вопросах. Это какова лексика в тесте ЗНО, ЕВИ, лексические лайфхаки. И очень актуальный вопрос, как же научиться понимать тексты теста ЗНО, ЕВИ. So, let's start. Первый вопрос у нас grammar questions. And we are going to start with chances in the English language. Мы начнем со времен английского языка. And here I'd like to ask you a question. И я хочу задать вам вопрос. How many chances are there in the English language? Сколько времен в английском языке? 16, 12, 12, 16. Такие 16 времен в английском языке. Мы видим 4 временные группы. Это simple, continuous, perfect, perfect, continuous. И 4 времени, present, past, future, future and the past. Что это за времена и за временные группы, мы поговорим немножко позже. А теперь вот тоже такой вопрос. 16 времен. У нас в русском языке 3 времени, да, и мы неплохо живем. Как же англичане справляются с 16 временами? Но дело в том, что если мы будем говорить about communication, об общении, то в общении применяются всего-навсего 8 времен. 6 из них применяются достаточно часто. Это вы видите времена группы simple, present simple, past simple, future simple. Из continuous – это present continuous и present perfect. Менее часто, менее частотные в коммуникации – это present perfect continuous и past continuous. Остальные времена, как правило, вот in communication, при общении, при разговорной речи не, ну, практически не применяются. Если мы говорим о текстах книг, ну, вообще о любых текстах, может быть, там, статей, о тех же текстах теста Зеноевый, у нас есть такое понятие, как narrative chances, то есть это времена, которые используются для повествования. И вот эти narrative chances – это все времена группы simple, также это два времени группы continuous и два времени группы perfect. Что же с остальными временами? Ну, остальные времена мы сейчас можем чаще всего найти in grammar books, то есть в грамматике, и они hardly ever used in communication, они практически не используются при коммуникации, в разговорной речи или в narrative chances, в принципе, с их помощью можно передать какие-то значения, и, ну, возможно, иногда мы можем встретить, но очень-очень редко, то есть в основном эти времена мы можем найти только in grammar books. То есть, видите, проблема сужается, вот так у нас комментарий, future in the past считается за время. Очень хороший вопрос, потому что как раз мы сейчас с вами поговорим про future in the past. Ну, при чем поговорить про future in the past, давайте посмотрим, у нас есть четыре временные группы. Это группа simple или indefinite, continuous, perfect, perfect, continuous. И четыре времени. Ну, с present, past, future все понятно. И вот был уже вопрос про future in the past, вообще это время или что это такое. Я хочу показать вам сравнение времени future, будущее, и времени future in the past, будущее, прошедшем. Вот future, такое предложение. We'll probably go to the seaside in summer. Ну, возможно, летом мы поедем на море. Вот так оптимистично можем предположить. Future, да? То есть мы говорим о будущем. Если мы скажем, When I met Mike in January, когда я встретил Майка в январе, he said, он сказал, he would travel to Venice in April. Он поедет в Венецию в апреле. Ну, такой вопрос. Сейчас эта информация может считаться будущим. Ну, если да, поставьте плюсик, если нет, поставьте минус. Вот он поедет в Венецию в апреле, он говорил в январе. Будущее это? Ставим плюс. Или не будущее, ставим минус. Так, вижу плюс. Может быть, чтобы вам конкретизировать, я задам такой вопрос. Поедет ли Майк в Венецию? Вот в январе он считал, что он поедет. Возможно, он уже купил билеты, забронировал отель. Нет, в Венецию он не поедет. Мы понимаем, какая сейчас у нас ситуация в мире с коронавирусом. Никто уже никуда не едет. То есть, это было будущее для него на момент января, но на момент 27 марта это уже будущее в прошедшем. Это то, как он считал тогда. Это future in the past. То есть, получается, если кто-то в прошлом как-то считал, что вот будет оно так в будущем, или он сказал, что будет что-то свершиться в будущем. Ну, это было сказано в прошлом. С точки зрения логики, это будущее было в прошедшем. Это было на момент речи. На момент речи, но не на данный момент. Вот это время future in the past. Ребята, это понятно или не очень понятно? Если понятно, пожалуйста, поставьте плюсы. Так, отлично, отлично. Тогда идем дальше. Идем дальше по нашей презентации. И теперь я хочу кратенько пробежаться по всем временным группам. Первая временная группа называется Simple. Вот к этой группе относятся времена present simple, past simple, future simple и future in the past simple. Но simple, это, конечно, можно назвать натяжкой, не такая же она и простая. Вот второе название времен этой группы это indefinite. Возможно, вы слышали present indefinite, past indefinite и так далее. Почему indefinite более адекватное название? Потому что все времена этой группы обозначают действия в общем, без привязки, ну, например, длительности, как это происходит с continuous, или результативности, как это происходит с временами группы perfect. Я вот привела вам несколько примеров. Вот, например, для present simple I listen to music on my mobile phone. Вы видите, это тоже мы говорим в общем, то есть я вообще слушаю музыку вот именно таким образом. Или если о прошедшем. She spoke to her friend yesterday. Вчера она поговорила со своим другом или со своей подругой. Тоже мы не делаем акцентов никаких, ни на каком-то результате. И нас не интересует, как долго длился этот разговор. В общем, то есть действия в общем. Ну, еще вот есть примеры. Например, будущее, future simple. I'll write to you every day. Я буду тебе писать каждый день. Или future in the past. Еще один пример. Тоже не очень веселый, но все-таки. The passengers of the Titanic were sure it would be the safe voyage. Тоже такой факт с точки зрения прошлого, о будущем, но уже, как мы поняли, о будущем и прошедшем. Итак, это у нас группа simple and definite. И все времена этой группы объединены одним значением неопределенности или обобщенности. Вторая группа – это continuous. И тут тоже есть общий компонент. Это акцент на длительность. То есть все времена группы continuous обозначают время, которое либо длится в данный момент, либо длилась, происходила в момент в прошлом, либо будет длиться, происходить в момент в будущем. Я тут вообще не затрагиваю future in the past continuous, ну, потому что это время в силу своей громоздкости, в силу такой неудобности конструкции используется очень-очень редко. И теперь мы переходим к группе perfect, времен группы perfect. И вы видите, здесь у меня табличка более подробная. Почему? Потому что было много вопросов именно о временах этой группы. Итак, группа perfect. Тут мы видим 4 времени. И общее значение для всех времен группы perfect – это результативность. Что это значит? Что нас прежде всего интересует, есть ли результат. Результат к настоящему моменту, когда мы говорим о present perfect, к моменту в прошлом, это когда мы говорим о past perfect, к моменту в будущем. Вот что значит результат момента в будущем? Вот пример есть. Will you have read all these books by the exam time? Ты прочитаешь все эти книги к моменту экзамена? Вот это результат к моменту в будущем. Ну и результат к моменту в будущем, в рамках повествования в прошлом. Это будет future in the past perfect. Ребята, по поводу значения группы perfect, времен группы perfect, понятно? Если понятно, пожалуйста, поставьте плюсики. Так, периодический экран презентации становится мутным. Так, Николай уже ответил. Так, ага, спасибо, спасибо. Так, это понятно. Итак, еще хотела обратить ваше внимание, вот present perfect, в чем парадокс этого времени? Это время настоящее, совершенное. То есть, с одной стороны, мы всегда переводим это время прошедшим временем на русский язык. Например, I have already seen this film, I have already read this book, they have already come. То есть, они уже пришли, я уже прочитала эту книгу. I've never been to London, я никогда не был в Лондоне. То есть, мы переводим прошедшим временем. Но, что нас интересует? Почему это время называется с точки зрения английского языка present? Почему настоящее? Потому что результат на данный момент, это очень важно запомнить касательно именно времени present perfect. Что еще хорошего в группе present perfect? Для всех времен группы perfect есть формула. Тут уже как в математике. Эта формула, временная форма глагола to have плюс третья форма глагола. То есть, для present perfect это будет present chance of the verb to have. Для present perfect это будет настоящее время глагола have, то есть, либо have, либо has для третьего лица, единственного числа. Для past perfect это будет прошедшая форма глагола to have, прошедшее время глагола to have, то есть, had. Дальше, для будущего это форма будущее, то есть, will have, ну и future in the past would have. Мы видим, что future и future in the past в принципе формально отличаются, что в будущем у нас глагол will, в future in the past глагол would. Окей? У меня к вам вопрос. Какой компонент этой формулы to have плюс третья форма глагола остается неизменным для всех времен группы perfect? Пожалуйста, напишите в комментариях. Так, тяжелый вопрос, да? Третья форма, отлично! Нет, не subject, нет, третья форма. Смотрите, третья форма глагола. Третья форма глагола. То есть, для правильных глаголов это будет окончание ed, для неправильных это будет третья колонка в таблице неправильных глаголов. То есть, меняется только глагол to have и он для настоящего времени, он в настоящем времени, для прошедшего в прошедшем, для будущего в будущем. В этой табличке я также вам показала, с какими словами используется каждая из времен группы perfect. Ну, для present perfect, вы видите, это достаточно большой список. Так, тут я хотела бы обратить внимание на словосочетание so far. Кто знает, что такое so far? Так, скоро, пока что, вскоре, недалеко, с годом. Так, so far это на данный момент. Пока что. Например, давайте так. So far we have discussed three tense groups. На данный момент мы обсудили уже три временные группы. Вот so far, на данный момент, пока что. Запомните, пожалуйста, вот самый простой способ запомнить это словосочетание so far в такой идиоме so far so good. Пока что все хорошо. So far so good. Если мы говорим о past perfect, это те слова, которые показывают, что вот действие совершится к какому-то моменту. By, к, by the time, ко времени. Before или never before. До какого-то момента. After, after the moment. Ну, там, например, что-то произошло, это будет в past perfect, и потом after, продолжилось уже повествование. Если это future perfect, или future and the past perfect, это будет либо by, либо before. А дальше у нас вопрос был по времени. Present perfect continuous. Итак, я сказала, что для времени perfect у нас самое главное значение, самое важное, это result, результат. Вот вы видите result, стрелочка на perfect. Ну, и там видите формула для present perfect. Когда мы говорим про continuous, это у нас duration, или длительность. И формула для continuous. m is r плюс глагол с инговым окончанием. А вот теперь у нас гибрид. Result plus duration. Результат плюс длительность. Этот гибрид нам дает perfect, continuous. Видите, чистая математика. Result, duration, perfect, continuous. Видите, все в таблице видно. И теперь мы будем выводить формулу для continuous. Начинаем с первого компонента perfect. Это у нас глагол have, has. Дальше у нас идет третья форма глагола. И на эту третью форму глагола накладывается вот этот глагол to be, который в continuous, в present continuous, вот в форме был m is r. Но глагол to be в третьей форме. Это будет been, yes? То есть мы говорим have been или has been. И у нас остается глагол с инговым окончанием. Have been doing, has been doing. I've been reading, he has been reading. I've been writing, he has been writing. Is it clear? Yeah, I hope so. But we are not finishing with present perfect continuous. Но мы еще не заканчиваем с present perfect continuous. Значение времени present perfect continuous. Во-первых, это акцент на длительности. Мы обычно с помощью present perfect continuous описываем действие, которое началось в прошлом и длилось какое-то время либо вплоть до настоящего момента, либо длиться до сих пор. Например, We have been discussing the chances of the English language. Мы обсуждаем времена английского языка. We have been discussing. Окей? Или действие связано с настоящим моментом и часто имеет на него определенное влияние, опять какой-то результат. Ну, например, Why are you so wet? Чего-то такой мокрый. I've been walking under the rain. Я гулял под дождем. Ну, и вот еще один пример. It's been raining all day today. The streets are wet. Сегодня целый день шел дождь. Все улицы мокрые. Длительно здесь шел дождь, а результат улицы мокрые. Окей. Is it clear so far? Пока что все понятно? Отлично. Отлично. Так, вижу ваши плюсики. Let's continue. And now let's compare present perfect and present perfect continuous. А теперь давайте сравним present perfect и present perfect continuous. Эти два времени. Present perfect используется для выражения действия, которое уже произошло. И у нас самое главное нет акцента на длительность. У нас акцент на результат и на связь с настоящим моментом. Ну, вот примеры. He has just come. I have not seen him this morning. И еще значение present perfect, которое, в общем-то, также сближает его с present perfect continuous, но, тем не менее, не совсем одно и то же. Вот для выражения действия, которое дало нам какой-то результат. I have already seen this film. Никакого действия, никакого акцента на duration, на длительности. Ну, или вот they have not had dinner yet, они еще не обедали. То есть длительности нет. Есть акцент на result, на результате. А если мы говорим про present perfect continuous, там будет как раз акцент на длительности. На длительности. Например, I've been waiting for you for 15 minutes already. Я уже 15 минут тебя жду. Или Мы готовимся к экзаменам, начиная с марта. То есть, видите, акцент на длительности. Какой-то уже результат есть. Вот I've been waiting. Какой результат? Ну, может быть, I'm tired of waiting. Я уже устал ждать. We have been preparing. Мы готовимся. То есть, мы уже что-то выучили. То есть, duration, длительность, плюс result, плюс result, результат. Ну, еще вот такое значение present perfect continuous. Это действие длилось в недавнем прошлом. Ну, понятно, что оно связано с настоящим моментом. Ну, и, как правило, имеет влияние на данный момент. Например, Do you like this cake? I've been baking it since morning. Я этот торт пекла все утро. Вот, или с утра я его пекла, этот торт. Тебе он нравится? Есть прямая связь с настоящим моментом. Вот, допустим, кто-то пробует торт и нравится тебе этот торт или не нравится. Окей, теперь мы с вами поговорим об основных аспектах грамматики, которые встречаются в тесте ЗНО ИВИИ. Были вопросы, которые связаны именно с аспектами грамматики в тесте. Понятно, что не вся грамматика, которая заявлена в программе ЗНО ИВИИ, проверяется в этом тесте. Вот сейчас я вам покажу такую табличку. Она очень пестрая, не очень хорошо видно, но я вам сейчас озвучу то, что, в общем-то, актуально. Актуально то, что, какие моменты, какие темы грамматические проверяются в тесте. Почему он такой разноцветный? Вы видите, я выделила разными цветами разные аспекты и показала, как эти аспекты проявляются в части Use of English. Это все тесты ИВИ за 19-й год. Вот в 19-м году было три теста, три части Use of English и вот это аналитика всех грамматических моментов этого теста. Ну, прежде всего, это chances, то есть времена. Проверяются времена, причем, в основном, это narrative chances, то есть времена, которые используются для повествования. Надеюсь, что вы еще помните, что такое narrative chances. Ну, я думаю, что вебинар будет доступен в записи и можно будет посмотреть, пересмотреть, что такое narrative chances. Дальше, конструкция Passive Voice и мы поговорим про Passive Voice и мы поговорим в дальнейших наших вебинарах. Гарантир еще у нас до 24-го апреля, то есть еще мы успеем все обсудить. Дальше, linking devices, слова-связки, noun phrases, это у нас словосочетание с именем существительным, comparison, степени сравнения, gerunds and participles and infinitive. И герунди, и причастие, вот следующая тема отдельно, infinitive, но я думаю, что как раз тема следующего вебинара это будет gerund, infinitive and participles. Ну, и parts of speech, очень мало этих вопросов по parts of speech, но тем не менее, один и два вопроса на тест есть. Ну, а теперь, какие же советы, какие же лайфхаки мы можем дать тем, кто будет сдавать в ближайшем будущем тест ЗНО-ЕВИИ. Ну, в первую очередь, конечно, надо уделять внимание именно тем аспектам, которые проверяются в тесте. То есть, учить, возможно, или практиковать не все времена, а narrative tenses. Не просто скачать список тем, которые предлагаются в программе, а именно провести аналитику, что проверялось в последних тестах и попытаться повторить именно эти грамматические правила. Но правило ничто без языкового опыта. Что такое языковой опыт? Это погружение в английский язык. То есть, это чтение, это просмотр передач, фильмов, это общение. То есть, все, что связано с английским языком, даже прослушивание песен. Очень хороший метод это прослушивание аудиокниг. Все это способствует формированию языкового опыта. И когда вы, в общем-то, этот опыт формируете, когда вы что-то читаете, смотрите, слушаете, обращаете всегда внимание на то, как грамматические конструкции, применяются в тестах. И если у вас есть уже некоторый языковой опыт, доверяйте своей интуиции. И вот тут самый главный лайфхак. Если вам кажется, что так лучше звучит, то это действительно аргумент. То есть, если вам интуиция подсказывает, что лучше так, значит, лучше так. Окей? Ребят, вот это наша грамматическая часть, сейчас мы с вами перейдем к лексической части, но прежде чем мы перейдем к лексической части, пожалуйста, напишите, что, вот какая информация для вас была самой важной, самой интересной. Можете очень кратенько, словом, словосочетанием, коротеньким предложением. So, what was the most interesting for you, the most important for you, the most significant for you? Что было самым важным, самым интересным? Так, скороговорки считаются? Да, скороговорки считаются. Разница между перфектами, Оля, спасибо. Темы, которые попадаются, отлично. Lifehacks were incredible. Thank you, Володя, thank you. Группа Perfect. Great. О, у нас тут уже пошли скороговорки. Lifehacky. Thank you, Dasha. Future in the past. Future in the past. Отлично. Времена в английском. Окей, and now we're going continue with the lexical part. И я хочу обратить внимание на те вопросы, это ваши вопросы, которые сейчас мы с вами обсудим. Это, ребята, это все вы писали. Можно ли повысить уровень написания тестов постоянно, проходя подобные? Прекрасный вопрос. Есть ли список слов, которые необходимы для сдачи ЗНО, вот этот лексический минимум? Какая лексика наиболее популярная? Ну, опять же, какую лексику нужно знать, чтобы сдать ЗНО? И какие ресурсы можно использовать? И как подходить к работе с тестами? Очень хорошие вопросы, очень хорошо сформулированы, но давайте по порядку. Во-первых, как вы думаете, какие нормы существуют для количества слов в текстах? Вот сколько слов в текстах теста ЗНО и вы? Пятьсот? One thousand four hundred? I don't know, окей. Ребята, но на самом деле two thousand five hundred? Две пятьсот? Две пятьсот слов на все тексты теста, но это достаточно много, потому что вы помните, что есть ограничения 60 минут и в общем-то надо с этими словами успеть еще задание выполнить к текстам теста. Насколько сложны тексты теста ЗНО и вы? Пожалуйста, ваши идеи. Excellent! Вот B1 plus B2 C1 No, not C1 No, not C1 Итак, ребят, вы молодцы! Вы молодцы! Вы во многом, в общем-то, многие из вас угадали. Почему? Потому что в программе написано, что это B1 B2 Но сейчас речь идет о том, что выпускники школ должны знать английский на уровне B1 а выпускники бакалаврата на уровне B2 Поэтому тексты ну, поскольку часто для Евы заимствуются ЗНО тексты и для ЗНО и для Евы на уровне B1 plus B2 Бывает такое, что некоторые тексты слишком простые, некоторые слишком сложные, ну и в совокупности они дают вот такой уровень B1 plus B1 plus то есть это не чистый B2 но конечно же следует стремиться к уровню B2 ну, чтобы справиться одинаково хорошо и с текстами уровня B1 и с текстами уровня B2 окей и так как же нам к этому стремиться во-первых со словами был вопрос о лексическом минимуме есть ли такой лексический минимум он в программе когда-то присутствовал но к сожалению тексты экзамена не имеют ничего общего с этим лексическим минимумом тексты экзамена они подбираются без оглядки на этот лексический минимум поэтому я бы не ориентировалась на какой-то список вопрос на что ориентироваться ориентироваться только на тексты уровня B1 plus B2 ориентироваться на эти тексты и учить слова из этих текстов причем как учить слова как учить слова учите слова в словосочетаниях или вот я их называю даже не я их называю методисты их называют collocations или chunks вот что такое chunk это устойчивое сочетание слов которые мы употребляем не задумываясь ну вот например вот как мы скажем носитель языка native speaker ну вот попробуйте даже вот разбить да то есть мы сразу на автомате выдаем native speaker или иностранный язык foreign language родной город hometown то есть эти те слова которые у нас уже в голове они у нас уже срослись вот этот называется либо chunk либо collocation вот этот chunk обычно состоит из двух и более компонентов и по сути уже chunk это уже контекст в котором употребляется данное слово этот подход вот такой подход к изучению помогает задействовать ассоциативную память вот и получается что вы обогащаете ваш словарный запас гораздо быстрее то есть если сравнить зубрежкой отдельных слов ну зубрежка отдельных слов совсем не продуктивно если сравнить с методом изучения устойчивых словосочетаний таких как collocation или вот chunks кроме того сейчас я вам покажу интересный момент как у нас происходит анализ текста вот один и тот же текст где мы видим его по distinct words по отдельным словам да тут у нас более 50 слов в этом маленьком тексте если мы часть слов объединим в чанки то есть мы если будем их воспринимать как чанки у нас количество компонентов для анализа снизится то есть мы проанализируем текст более продуктивно быстрее мы лучше его поймем понятно то есть у нас текст автоматически сжимается и автоматически мы сразу вот если чанк это контекст у нас уже вот сочетание этих мини-контекстов дает нам более глубокое понимание и более точное понимание текстов дальше когда мы выполняем задание части рейдинг очень важно работать с ключевыми словами вот ключевые слова это наши ориентиры вот очень хороший недавний термин услышала якоря они вот как дорожные знаки при правильном использовании приведут нас к нужному результату то есть они нас поведут по правильному пути ключевые слова нам дают понимание того что же нам искать в тексте то есть когда мы поработали с ключевыми словами в вопросах мы уже понимаем что мы в тексте собственно ищем то есть мы мы же не читаем ради удовольствия мы должны выполнить задание и работа с текстами тестов это аналитика и ключевые слова нам помогут справиться с этой аналитикой Кроме того, с ключевыми словами проще установить соответствие между вопросами и текстом. Почему? Потому что мы в своей оперативной памяти можем удержать от 5 до 10 единиц, и вот как раз ключевые слова помогут нам заполнить нашу оперативную память продуктивно, потому что если мы будем пытаться запомнить варианты ответа, мы в голове ничего не удержим и не будем знать, что же нам искать в тексте. Дальше, следующий момент. Вот я уже об этом говорила, что надо набивать руку на тестах именно целевого уровня. Если мы готовимся с вами к ЗНО-ЕВИ, или может быть, если кто-то готовится к международным экзаменам, например, ЭФСИ, мы берем тесты именно ЗНО-ЕВИ или тесты ЭФСИ. Целевой уровень – это B2, то есть это тоже нам подходит. ПЭТ, вот это Preliminary English Test, слишком простой, там слишком простая лексика, поэтому я бы все-таки, кроме как ЗНО-ЕВИ, я бы ориентировалась на ЭФСИ. Обратите внимание, вот некоторые говорят, что, ну, я общаюсь с американцами, у меня хороший английский разговорный, или я смотрю фильмы, передачи, то есть английский для меня PIS of CAKE. На самом деле, если ваша цель – сдать тест, а не разговорная речь, ну, вы должны делать тесты. Вот, то есть мы можем вернуться к вопросу, вот был вопрос, важно ли делать тесты. Да, это тот случай, когда practice makes perfect, когда то, что вы набиваете руку на решение тестов, даст вам, в конце концов, результат. Ребята, ну, это все, что я вам сегодня хотела рассказать. Теперь я хочу послушать ваши, во-первых, ваш фидбэк по лексике. Что было интересного вот в лексическом коротком разделе сегодня? Пожалуйста. Так, был вопрос, chunks – это идиомы? Нет, chunks – это collocations, это устойчивые словосочетания. Вот, был интересный комментарий, что на экзаменах все равно есть процент неизвестных слов. Да, это обязательно будет процент неизвестных слов, поэтому важно работать с этими текстами, чтобы привыкнуть к контексту. Так, so far, отлично. Так, что еще? По лексике, чтобы было полезно. Хорошая сдача теста не гарантирует хороший уровень знания языка. Я бы переформулировала немножко по-другому. Хороший уровень языка не всегда напрямую связан с хорошей сдачей теста. Мне очень нравится в этом плане сравнение со спортивными соревнованиями. Если вы занимаетесь йогой, у вас прекрасная растяжка. Как вы думаете, успешно вы выступите в соревнованиях, например, по табате? Или возьмем, знаете, вот есть у Высоцкого песня «Конкобежца на короткие дистанции», которого заставили бежать на длинную. Если ваш конек – это забег на короткие дистанции, то на длинной вам придется тяжко. И наоборот. Ваша задача в ближайшей перспективе – если сдать экзамен, значит, надо тренироваться на тестах именно к этому экзамену. Если ваша задача – поехать за границу, говорить, то есть разговорная речь, тренируем разговорную речь. Если вы сдаете международный экзамен, там, как правило, все аспекты проверяются, тогда тренируем все аспекты. Окей? Так, вот я про эфси узнала. Так, отлично вопрос. Интересно про чанкс. Кстати говоря, про чанки. На нашем канале есть видео. Это лайфхаки к Евы, вторая часть. Там я тоже очень подробно рассказываю именно про колокейшн, про чанки. Даю интересные примеры, как учить. Я всегда говорю, что учим колокейшн. Про эфси – отлично. Так, future in the past – отлично. Про разницу perfect continuous – отлично. Чанкс – ага. Эфси – про выучение слив, методику. Надеюсь, пересмотреть в сохраненной версии. Не успел на лексику. Окей, я надеюсь, что все в порядке у нас будет с записью. Ребята, какие вопросы у вас есть? Какие вопросы? И пока вы пишете свои вопросы, я хочу сказать, что у нас будет, я очень надеюсь, что будет все хорошо, и будет в ближайшем будущем запись вебинара. Я думаю, что я кину ссылку в группы. Кроме того, можете зайти напрямую на YouTube канал, ну или даже подписаться на YouTube канал, и вам тогда придет уведомление, что появилось это видео. В описании к видео мы прикрепим Google форму. В этой Google форме 14 вопросов именно по материалам данного вебинара. Я думаю, что стоит сделать, стоит повторить, стоит вспомнить. Я надеюсь, что опять же у вас будет возможность пересмотреть вебинар, если вы что-то забыли, и выполнить задание в Google формах уже на хороший результат. Я открыла доступ в Google форме всего-навсего один раз, то есть вы внимательно выполняете, потому что вы, если это задание выполнили, второй раз вы уже его пройти не сможете. То есть будьте внимательны. Но вам на почту придут ваши ответы, и вы сможете проанализировать свои ошибки. То есть вам будут показаны правильные ответы и те вопросы, где вы допустили ошибку. Хотя, надеюсь, что вы большинство вопросов все-таки сделаете правильно, на большинство вопросов ответите правильно. На следующей неделе, не знаю, то ли в следующую пятницу, то ли в четверг, посмотрим. Я проведу еще один вебинар, и форму для вебинара я тоже вам предоставлю, чтобы вы могли написать свои вопросы. Так, подготовка к Евы, collocations, отлично, chunks, chunks, отлично. Так, слайд, где указаны темы. Так, надо делать те тесты, что кинули на асу. Да, можно делать. Ага, вот хорошая подсказочка, что уведомления придут только тем, кто нажмет на тот самый колокольчик. Да, кстати, ребят, да, нажимайте на колокольчик, и если вебинар был полезен, когда он уже будет в записи, я попрошу вас кликнуть на лайк, почему, тогда будут показывать этот вебинар другим пользователям YouTube. Ну, то есть, если было вам полезно, может, еще кому-то тоже будет интересно и полезно. Так, какие ссылки на тексты, книги або аудиокныги, че фильмы англійськую? Кристина, я присылала, я продублирую еще вам в группу эти ссылки. Я делала подборку именно текстов, книг, фильмов не делала, вот так книг делала. Вопрос. Для чего созданы тесты, если они требуют от людей неумения пользоваться английским в обществе, а умения решать тесты? Здесь очень интересный философский вопрос. Дело в том, что тесты на каждом уровне разные, и вот именно на уровне B1+, B2 и на уровне C1 они затрагивают аналитику. То есть, язык здесь выступает как инструмент, и вы должны решать задачи средствами английского языка. То есть, английский язык должен использоваться вами автоматически. Вот это такой современный подход к знанию английского языка. То есть, знать слова – это не знать язык. Знать язык – это значит уметь им пользоваться. Это действительно вот такой современный подход к тестам. Это начал Кембриджский университет, ну, потом, наверное, вот IELTS подхватил, ну, TOEFL по такому же принципу, ну, и все современные тесты. Международные и наши отечественные, они создаются именно по этому принципу. В чем моя критика именно теста EVEI? В том, что здесь проверяются всего два аспекта – reading and use of English. Обычно в международных тестах, если вы, например, ну, не сильны в этих всех логических, допустим, например, всех, ну, в этой логике английских текстов, вы можете компенсировать с помощью таких разделов, как listening или speaking или writing. Здесь такой возможности нет. Вам нужно уметь анализировать тексты части reading и уже на автоматизме использовать лексику и грамматику части use of English. Вот это такой подход к EVEI. Но это можно сделать, это можно, это все реально. Опять же, очень много уже видео, посвященном анализу текстов и теста EVEI, у нас на канале, можете посмотреть, там действительно очень много полезной информации. Так, вот Кристина пишет, дякую, я в группе найду, я продублирую, я продублирую еще раз. Так, Саша понял. Так, Борис, да, кто-то же их придумал, а кто-то решает. Есть вероятность того, что попадется текст прошлых лет. Так, значит, что с вероятностью? Если мы говорим о школьном ЗНО, то нет, для школьного ЗНО абсолютно новые тексты. Для текстов EVEI, как показывает практика, в 2018 и 2019 году очень много было текстов из ЗНО 2009, 10, 11, 12 года. И даже, по-моему, один раз из ЗНО 2016 года, из школьного ЗНО. Вот, как будет в эту сессию, возможно, что нет, возможно, что будут созданы абсолютно новые тексты, будут подобраны абсолютно новые тексты. Кстати говоря, я написала в Фейсбуке комментарий, когда будет пробный тест EVEI. Мне ответили, что нет, его не будет, ориентируйтесь на тесты прошлых лет. Вот так, то есть пронного теста не будет. Ну, значит, будем ориентироваться на тесты прошлых лет. Так, no pain, Саша пишет, no gain. Да, no pain, no gain, без труда не вытащим рыбку из пруда. Это действительно правда. И, кстати говоря, следующий вебинар я планирую, вот помимо грамматических тем, которые вот уже, ну, которые вызвали интерес ваш, вы уже хотите их обсудить, я планирую обсуждение идиом, ну, опять же, collocations, может быть, collocations for EVEI возьмем, collocations for ZNO. То есть я надеюсь, что будет интересно и полезно. Ребята, thank you very much for your attention. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что поучаствовали в этом вебинаре. Спасибо, что на карантине не теряете время зря. Как только будет доступна запись вебинара, вам придет уведомление, если вы нажали колокольчик. Или я постараюсь вас все-таки об этом как-то информировать. Thank you for your attention. Goodbye. See you next week.